Мурманск Мы в питомнике ездовых собак и это начало огромной авантюры За один месяц спортсменка Наталья Демидова обучит меня основам ездового спорта И в январе мы с шестеркой собак примем участие в чемпионате Мурманской области Мы пробежим с ними 10 километров, да так, чтобы не упасть лицом ни в грязь, ни в снег Слышите лай, нас уже ждут для знакомства Аляски могут быть такими, такими и даже такими История породы началась в конце 19 века, когда на Аляску хлынули золотоискатели В генах Алясок есть и волки, и овчарки, и сибирские хаски, и маламуты, и ирландский сеттер Этим объясняется разнообразие во внешности Но выносливость, высокий интеллект и доброе сердце не спутаешь ни с чем другим Это Майка Майка? Майка, да, Майка у нас на самом деле умеет бегать как в лидерах, так и в корне упряжки Эти собаки бегут со средней скоростью 25-28 километров в час Каюр подает команды лидеру, и он своим примером направляет остальных собак Лидером нашей упряжки будет Джерси Ты поменее меня будешь на прессе Да, она на самом деле уже много гонок прошла, очень много водила собак, где она была у нас на Северном полюсе С таким лидером управление упряжки сводится к управлению одной собакой Так что мне очень нужно понравиться этой разноглазой девочке Это Юта? Да, прежде чем ее взять на гонку, ее нужно уговорить выйти из будки И мне страшно, и тебе страшно Ну ничего, мы друг к другу еще привыкнем, правда? Ну что, у нас месяц? Меньше Гонка это только конец этого предложения Что мы будем делать в это время? Все, на самом деле мы будем делать все, потому что у нас сложная ситуация с тобой, потому что собаки все это знают, все это прошли А для тебя это даже в теории все в новинку Тебе нужно понять собаку, разобраться с упряжью, научиться стоять в нартах, научиться справляться со сложными ситуациями, которые на гонке могут возникнуть в любой момент Сложных ситуаций много Неожиданные препятствия на трассе, моменты обгона, лыжная колея Если полос нарты попадет в нее, то возможны очень серьезные травмы И ты, и собаки, это одно целое, это команда, и это ответственность твоя, и ответственность лидеров, которых ты подготовишь Не, ну назад дороги нет уже, ответственность мы взяли на себя Назад дороги нет, ну, будем надеяться 7 декабря, до чемпионата 30 дней Мы начинаем первую тренировку, и сейчас я буду учиться стоять на экспедиционных нартах Ну, везти меня будут вовсе не собаки В любой момент готова перенести вес С одной и выжим на другую Ну, и опять же, чувствуй себя и вес нарты Давай, слеза, у нас времени не так много Давай! Не бойся, когда у тебя поднимается второй полос, не бойся Просто старайся балансировать, чтобы тебе нарту не перевернуть Экспедиционные нарты, деревянные, тяжелые, они плавно входят в повороты На спринтерских соревнованиях нужны спортивные нарты Они из углепластика, очень легкие, маневренные, по накатанному снегу мчатся, как ветер Железное правило Никогда и ни за что Ни в коем случае и ни в какой ситуации не отпускать нарты Даже если упряжка без каюра придет к финишу первой Она не победитель, не призер и даже не участник Просто никто Молодец, не отпустила Нужно уметь направлять нарту, чтобы избежать падения А если упал, вставать прямо на ходу Если честно, это очень, очень, очень сложно Гусеничка Ты в порядке? Да Ну не легко вам приходится сюда Ну вот там вот, кстати, сейчас была, да, вот такая вот именно скорость более подходящая для гонки Близкая к реальности, да? Да, да Да, это не игра Это не я, нужно Это было очень тяжело Пока мне хватает силы, поэтому нужно будет много тренироваться в этом месяце Нужно буквально слиться с нартами и внимательно контролировать трассу впереди Чем раньше заметишь поворот или препятствие, тем лучше скоординируешь себя, нарты и собак Все это в сумме дает ту устойчивость, которой у меня пока нет Не горит, не горит, как вы предсказывали? Интересно, у репортеров, кто застыдет, больничные бывают? Ну, я думаю, что не надо их убить Ну, как я вижу, основная ошибка, основная ошибка, кстати, это то, что ты не смотришь перед собой Ты концентрируешься на себе и на нарте Снегоход – это техника, с собаками все будет по-другому Смогу ли я пойти с ними по настоящей трассе? И вообще, станем ли мы одной командой? 15 декабря, до чемпионата 23 дня Удивительно, что спустя какое-то время общения с ними Во-первых, ты всех четко запоминаешь, уже узнаешь И как-то вот чувствуешь Они становятся личностями, они перестают быть массой В нашей упряжке 6 собак Первыми ставим Джерси и Шега Они ждут остальных собак И несмелого журналиста, который пока не умело закрепляет упрыж Во второй паре быстрые Юта и Зеро После них ближе к колесам Майка и Бак Впереди первое испытание, первая поездка на нартах Наталья будет со мной, она будет сидеть здесь в санях Поэтому мне не так страшно На 9 из 10 Детский Майдерский Повороты, развилки, препятствия, ямы, подъемы Учимся управлять нартой прямо на ходу Так, сейчас будет поворот Собаки обычно в нем добавляют немножечко скорости И старайся О, немножечко Ой, а это что за рывки? Давай сейчас слева Старайся все делать без рывков Потому что любой рывок это погашение скорости Синец всегда четкий Все, он, бай, стоим Все, двумя ногами стоим Ноги замерзли Руки трясутся от адреналина Сил совсем нет Но отдыхать еще рано После тренировки спортсменов надо поблагодарить Рассадить по будкам и напоить бульоном 23 декабря До чемпионата осталось 14 дней Наконец-то я могу говорить с собаками на одном языке Учу команды Хейк, разрешение двигаться Онбай, приостановка Хоу налево Джи направо Перед первой самостоятельной поездкой Все тело трясется от волнения Но паниковать нельзя Собаки это почувствуют И тогда возможны ошибки Хейк 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 Несколько кругов и экспедиционные нарты мне уже не страшны Пора пересаживаться на резвого дандлера Обходить препятствия на дороге и свои собственные страхи Дрифтовать на поворотах и преломлять сознание На развилке трассы решение принимать молниеносно и четко Ведь дорога как жизнь становится гораздо проще, когда точно знаешь, куда идешь Что отчаянно понимаешь на старте? Никуда не деться, не сбежать Движение нужно начать и нужно закончить Желательно так, чтобы шесть пар собачьих глаз на финише Посмотрели на тебя с уважением и радостью И это чувство было полностью взаимным 27 декабря, до чемпионата 11 дней Чем ближе соревнования, тем выше градус тревоги Я уже отморозила палец, растянула запястье Поранила ногу упавшим якорем Не получается у меня, а ты чего? Бери, мы опять не ушли туда с первого раунда Но зато я наконец-то вхожу в повороты Торможу на трассе, моментально опускаю и поднимаю якорь Я выучила команды и теперь говорю с собаками на одном языке Освоила знаки, которые используются в ездовом спорте И ни за что, даже если очень холодно и очень больно Не отпущу нарты и своих собак В момент движения по трассе Собаки будут вести себя совершенно иначе То, что у них на тренировке И то, что у них спортивный азарт, когда включится Это совершенно две разные упряжки То есть то, что мы с тобой сейчас сделаем Ты можешь смело умножать на два Там собаки хотят, знают и любят то, что они будут делать Домой, домой, говорю Все, уезжай, ты Стоим! Очень нехотя сейчас уезжаю Потому что мне хочется тренироваться и тренироваться и снова и на повороты Потому что уже не страшно Уже просто вцепляешься в нарты и это, не знаю, часть тебя Третье января До чемпионата три дня Порой мне страшно так, что подташнивает Но порой я спокойна и уверена в происходящем Что случится там, на гонке, неизвестно Но я точно знаю, что в моем сердце уже поселилась любовь Северная, волевая, ездовая Мы живем в Мурманской области, на крайнем севере, за полярным кругом Ездовой спорт может стать настоящим брендом Кольского заполярья Полгода снежного покрова позволяют открывать и закрывать сезон именно здесь А туристы могут рваться сюда не только ради полярного сияния Но и мощных гонок, притягивающих именитых каюров У нас очень много владельцев собак, которые, к сожалению, о нашем виде спорта очень мало знают То есть оно не идет в широкие массы Нет рекламы и работы с населением Пятое января До чемпионата один день В нашей машине 15 собак Два гонщика, один помощник и один видеооператор Две нарты, упряш, шлейки, еда, вода Постучу по дереву, лишь бы ничего не забыть Упряжки собраны, собаки рвутся в нетерпении Старт откладывается На трассе замечена стая бродящих собак По поводу трассы Трасса, она достаточно широкая Трасса динамичная в плане поворота Легкого снега, легкой улыбни и путь победит линейший До старта первых упряжек остались считанные секунды Стартовой сетки нет На трассе дети, собачки, лыжники, заткнувшиеся наушниками А ведь услышав на старте хейк, собаки вылетят, как пробка от шампанского Лишь бы никого не шибить Опытные каюры застряли на трассе Теперь мой черед Пять, четыре, три, два, один Хейк! Мимо! Мимо! Хейк! Молодец, да? Пошла, пошла! Я справилась, гонка начинается Я справилась, гонка! Стоим! Джерси, хоу! Молодцы! 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 Умнички! Эта трасса так захватывающе красива и сложна, что я отдала бы все, лишь бы вернуться туда еще на один день, еще на одну гонку. Но в жизни нам на все дается лишь один шанс, поэтому за него нужно хвататься и держаться так же крепко, как за нарты. Упал? Вставай и иди дальше. Хочешь повернуть? Сделай все, но двигайся в нужном направлении. Столкнулся с препятствием? Преодолевай. Джерси, хоу! Стоим! Куда пошли? Так. Уйдите, пожалуйста. Тогда на финише ты, по крайней мере, будешь уверен, что сделал все возможное ради победы. Давай, 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 давай! Вот и подошла к концу эта удивительная история. От момента, когда я, преодолевая скромность, впервые пришла в питомник и пыталась знакомиться с собаками, до момента, когда моя лихая упряжка, запряженная шестеркой аляскинских хаски, пересекла финишную черту. Это не рассказ постороннего человека или оптимистичного журналиста. Это взгляд изнутри, учитывая весь пережитый стресс, тревоги и усталость. Я просто не понимаю, за что они заплатили 80 тысяч за стадион, если они не могут полежников убрать. Все обретенное вдохновение, силу духа и кристальное счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Заниматься ездовым спортом могут только сумасшедшие. Настянет к тому, от чего обычные люди бегут. Каждый каюр заботится о своих безудержных колесах, как о членах семьи. Кормит, поет собак, смазывает им лапы, делает массаж, разбирает упряжь, не замечая ни смертельной усталости, ни обмороженных рук. Ездовой спорт мог бы быть визитной карточкой Кольского Заполярья. Почему же эти региональные соревнования привлекают так мало внимания местных жителей, туристов, журналистов и властей? Эти вопросы я никому не задала. Проявила журналистскую слабость, потому что выжила из себя все каюрские силы. Но я очень надеюсь, что со временем эти гонки станут гораздо круче и безопаснее. Зрители будут съезжаться со всего Заполярья, чтобы поболеть за любимую пряжку. А знаменитые каюры впишут в свой спортивный календарь. Мурманск. Международный чемпионат по ездовому спорту. Сама ты довольна гонкой? Да, я довольна гонкой. И я довольна тем, что за это время рядом с нами ты прожила свою маленькую ездовую жизнь. И нам не стыдно за то, как ты это сделала. Куда следующий чемпионат? Март. Март месяц, праздник севера. Ну, поехали? Поехали! Субтитры подогнал «Симон»!